В Саратовской области могут ввести единый тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом заявили чиновники на заседании регионального правительства. На сегодняшний момент в каждом районе разработан свой тариф, но и по нему готовы платить далеко не все. С какими сложностями столкнулись чиновники при реализации программы капремонта, расскажет Елена Губенкова. На замену лифта или новую кровлю пока готовы раскошелиться лишь 20% жителей области. Только одну пятую часть запланированных сборов на капитальный ремонт удалось накопить на счетах регионального оператора. Люди не хотят платить за работы, которые в их доме могут провести только через несколько лет. Но расстаться с деньгами придется в любом случае, говорят чиновники. Иначе суд. Уже с мая неплательщикам начнут приходить повестки. А до тех пор областным чиновникам предстоит еще раз пересмотреть систему сборов. Сегодня столкнулись с проблемой двойных платежек. Те протоколы, которые были ими подготовлены, в Государственной жилищной инспекции не были приняты, так как не соответствовали законодательству. И, соответственно, постановлением администрации города установила с постформирования фонда региональный оператор. В связи с этим на сегодняшний день существуют факты восстановления по данным домам двойных платежек. Это региональный оператор, это СЖ. На сегодняшний день указанный вопрос решается в суде. Пока приходят двойные платежки, растет и недовольство жителей, говорит губернатор. Программу капитального ремонта обсуждали уже десятки раз. Но для жителей многие вопросы так и остаются неясными. Чтобы не было вот этих судебных потом процедур, людям разъясняйте. Каждый день доступными всеми формами. Встречи, брошюры, еще раз встречи. И постоянно надо встречаться. Раз сегодня у нас охват информационный не настолько, я имею в виду, по насыщенности, поэтому встречаться надо с населением. В разных формах надо встречаться. Между тем, чиновники поговаривают, что в области скоро введут единый тариф на капитальный ремонт. Сегодня он разный для разных районов. Требования одинакового для всех платежного документа предъявляет региональный оператор. Но это лишь добавит проблем с реализацией программы. Люди и так не спешат платить. А если сумма в платежках увеличится, это может вызвать еще большее возмущение.